Абсолютно всем живым существам свойственно испытывать различные желания. Для животных, растений и других примитивных форм жизни желания ограничиваются сферой четырех базовых потребностей. Питание, сна, совокупление безопасности. Более развитые человеческие и человекоподобные формы жизни уже имеют более совершенный разум и ум, что позволяет испытывать более тонкие желания, например, желания богатства, славы, обретения сверхспособности и так далее. Но эти желания все равно являются материальными. Их реализация связана с большими усилиями и множеством препятствий, а плоды такой реализации временны и не способны удовлетворить душу. Душа вечна, а материальные объекты временны. Поэтому материальное счастье – это не более чем продукт иллюзии. Поэтому все, кто так или иначе подвержен материальным желаниям, вынуждены постоянно испытывать страдания. Но природа души деятельна, так как изначально душа, являясь вечной частичкой бога, испытывает естественное стремление к служению. Так же, как бог всегда стремится служить всем живым существам, так и живые существа всегда стремятся к служению ему. Но находясь под влиянием иллюзии, душа стремится служить не богу, а своим чувствам. И его желания не связаны с вечной природой. Так живое существо снова и снова переживает тройственные страдания материального мира. Адхиатмика – страдания, причиняемые телом и умом. Адхибаутика – страдания, причиняемые другими живыми существами. И адхидаевика – страдания, причиняемые природой и внешней средой. Во множестве традиций существует практика искусственного отречения, когда чувства отрываются от объектов чувств и погружаются вовнутрь. Но если эта практика не направлена на дальнейшее развитие духовных желаний, как это представлено в бхакти-йоге, то материальные желания продолжают оставаться глубоко в сердце и при малейшем беспокойстве тут же снова пробуждаются к жизни. Именно это является причиной того, что имперсональное освобождение Саюджиамукти не является конечным. И даже достигнув слияния со светом, исходящим от тела Бога, Брахмаджиоти, йог-имперсоналист рано или поздно будет вынужден снова попасть в материальный мир, потому что материальные желания продолжают дремать в глубине его сердца, а духовный вкус не развит. Поэтому самый простой и надежный способ избавления от материальных желаний – это процесс бхакти-йоги. Переключив наши чувства с материальных объектов на духовные, на личность Бога, на Его имена и на служение Ему, мы тем самым естественным путем избавляемся от материальных желаний и развиваем духовный вкус. Это есть гарантия полного и конечного освобождения из-под власти кармы. Даже просто предлагая Богу вегетарианскую пищу и вкушая ее, можно достичь очень высокого уровня сознания, даже без совершения каких-либо аскез или сложных йогических практик. Развитие духовного вкуса – это гарантия полного уничтожения материальных желаний в сердце, а значит, это и есть истинная мукти – освобождение. С вами был я, Дионис Афоничев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка внизу в описании под видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok